Японские рождественские крапки – редкие спички для геолого-разведывательных экспедиций, современные спички с логотипами предприятий, единичные экземпляры и целые наборы спичек. Их география обширна – Германия, Голландия, Англия, Китай, Франция, Швеция, Австрия. Список стран бесконечен и, конечно же, просторы Советского Союза. Самые старые крапки Гродненской коллекции возраст имеют солидный – около 80 лет. Филумения – так называется коллекционирование спичечных этикеток, коробков и буклетов. Несколько сотен этикеток и более пяти тысяч коробков, а это сотни тысяч спичек разных цветов, разных размеров, разных стран, различного предназначения – бытовые, каминные, охотничьи, туристические, сувенирные и многие-многие другие. Вот такой уникальной коллекцией обладает Гродненец Валентин Севастьянов. Началось с того, что отец еще как-то, наверное, лет 25-30 назад просто принес коробку, привез. И коробка эта как-то запала так. Где не ездил, он все привозил. Он всегда привозил. Он поедет то коробку, то две, то три, то пять коробок. Но обязательно он старался даже купить такие советские еще наборы были, вот он старался купить. Ну и начал потихоньку уже, думаю, потихоньку начну собирать. Получится, не получится, что получится. Ну и все, и кто не ехал, того просил. Где-то кто-то сам привозит, где-то приезжали иностранцы какие-то отдавали. И потихоньку-потихоньку все началось. Знают, что собирают, поэтому не супы. Даже было такое, что на чердаке у бабушек висят завернутые в тряпочках, короче. И с чердака вот, допустим, достает, и он не знает, куда их деть. А тут узнал, что есть. Ну он уже несет уже. Есть кое-какие спички дорогие. Ну, каминные, потом вот эти наши советские спички, что были. Они специально для геологоразведки. То же самое. Ну они продавались даже в ювелирном магазине. Там надо снимать колпачок, короче. Колпачок снимается, чиркается, спичка горит. Тушители в песке или в воде. При ветре, при дожде она не тухнет. Те спички, коллекционные тоже они называются, короче. Коробка открываешь, там полностью романовые. С 1613 года все цари, правление царей. А потом спички, есть памятники. Памятники Пинску тоже. Много памятников, короче, находятся в Пинске. И все памятники на спичках, они все отражены. То же самое, всякие зверки, птички тоже на всех коробках. Ну, интересно, конечно, что там говорить. Даже такие есть, что и сам не видел их. Такие спички. Слово «спичка» происходит от русского слова «спица», то есть очень тонкая деревянная палочка. Самые первые спички современного образца были изобретены 10 апреля 1833 года, когда в массу для спичечных головок был введен желтый фосфор. Начало коллекционированию было положено сразу. После Первой мировой войны в разных странах возникли общества коллекционеров. Началась сдаваться филоминистическая литература. Во время Второй мировой войны большинство существовавших обществ распалось, но после войны организовались новые. Одно из наиболее известных и старейших действующих филоминистических обществ – это британская, которая объединяет коллекционеров не только из Великобритании и бывших колоний, но и многих других стран мира. В СССР коллекционирование вообще из спичечных этикеток и коробков в частности поначалу считалось буржуазным предрассудком. Началось подобное коллекционирование только в 1930-х годах, но вплоть до распада СССР постоянно находилось под наблюдением соответствующих органов. Копеечный коробок – это хороший документальный материал, по которому можно изучать историю. Небольшая площадь спичечного коробка – это огромное поле для фантазии и иллюстрации достоинств технических достижений, наград и прочих заслуг той или иной страны. Еще здесь можно встретить множество изображений памятников культуры, сюжеты из фольклора или же классических произведений литературы, фотографии выдающихся людей современности, портреты многих деятелей науки и искусства, изображения произведений искусства, национальный орнамент, сюжеты истории, изображения игрушек. Зачастую на этикетках спичек можно увидеть представителей флоры и фауны. Нередкость на коробках – пословицы, лозунги, поговорки, призывы и предостережения, связанные с реальной опасностью огня. Я для себя собираю, но я хочу, чтобы люди тоже посмотрели. Раньше в клубе выставлял, это в клубе, в Доме офицеров. Ну, короче, потом в парке Желебера. Ну, в парке Желебера там, короче, детей было очень куча, короче. Там никому не шли, они там ни смотреть, ни медали, ничего, а кучей станут, и им интересно, эти спички-то они там перебирали, перебирали, а можно эту посмотреть, а можно это открыть? Ну, берите, открывайте, ну, только не ломайте. Ну, посмотрели, посмотрели. Оно интересно, оно, я говорю, что завлекает, и очень даже завлекает. И чтоб сказать, что большие деньги на них отдать, большие деньги не отдашь. Коллекционировать оно нужно, обязательно нужно. Надо хоть что-то, но коллекционировать. Потому что, ну как, человек ищет по себе тему, по себе тему ищет и начинает коллекционировать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ